Сегодня в Ленинском федеральном районном суде Екатеринбурга в апелляционной инстанции и одном недолгом заседании судья Максим Антропов оставил в силе сенсационный оправдательный приговор мирового суда первой инстанции в отношении 23-летнего пилота Hyundai Accent Антона Истомина, который по версии гособвинения будто бы угрожал убийством высокопоставленному СКРовцу, но Антон в судах двух инстанций доказал свою невиновность и сегодня оправдательный приговор вступил в законную силу. Все, Антон Истомин не виновник. Давайте послушаем кусочек его интервью, данного еще до начала судебного процесса. Ну, ожидание справедливости, что все-таки именно справедливость восторжествует и за правду побороться стоит. То есть доказать, что я этого не делал, не совершал и оправдаться. Ну, да кто там еще считает, что у нас в стране что-то не так с судопроизводством? Невиновный человек хотел справедливости, хотел оправдаться и оправдался. Конечно, у комитетчика есть еще вариант подать касационную жалобу, дойти до Верховного суда, может даже до ЕСПЧ, но едва ли СКРовцу Артему Халилову это надо, хотя кто знает. Но сейчас Антон Истомин имеет полное право на реабилитацию и может даже слупить с комитетчика денег за моральные страдания. А в пиковом случае даже может подать на него в суд за клевету. Но едва ли Антону это надо. Хотя, находясь больше года под следствием и судом, читай, под возможностью сесть на два года, он, по его словам, очень страдал. В частности, из-за этой истории, например, я потерял предыдущую работу, то есть начались постоянные запросы от следственного комитета на работу и так далее, у работодателя возникли вопросы. Также в простом быту, то есть да, постоянно находиться в состоянии подвешенном, постоянно на нервах, думать, что, как закончится и так далее. То есть да, это большие нервы и в целом дискомфорт. Также судебные заседания, какие-то вызовы, явки посреди дня, в будние дни. То есть ты обязан прийти. Трудно. Напомню, что конфликт между Антоном Истоминым и заместителем руководителя Октябрьского следственного отдела СУСКР Артемом Халиловым случился 8 сентября 2019 года на заправке «Газпромнефти» на Шейкмана 123А. Антон на своем акценте отстоял очередь к компрессору для подкачки колес и только взялся за шланг, как к нему, без очереди, подкатил бездорожный «Лексус». Из него вышел комитетчик Халилов в штатском и стал шланг вырывать. Вышел конфликт, в рамках которого оппоненты вышли из кадра видеокамеры. Там, за кадром, по версии СКРовца, Антон Истомин будто бы выхватил нож и стал ему, комитетчику, угрожать убийством. Антон, в свою очередь, не отрицал, что нож был, но это был лишь маленький складной ножик в сложенном состоянии, который он взял в руку для утяжеления удара, ибо все клонилось к драке. И по его версии, угрозу убийством он не высказывал. Тогда, напоследок, СКРовец сказал Антону, «Ты, парень, себе жизнь испортил, я тебя посажу». Почти цитата. Против Антона возбудили уголовное дело по 119 УК угроза убийством. В пиковом случае до двух лет неволи. Ну а потом был судебный процесс в мировом суде. В судебном участке номер 4 Ленинского района. И 5 октября, корона прошлого года, мировая судья признала, что кроме слов потерпевшего, в уголовном деле никакой другой доказухи больше нет. И оправдала Антона Истомина. Понятное дело, что потерпевшего СКРовца Артема Халилова такой исход не устроил категорически. Он подал апелляцию в Ленинский райсуд, и она не зашла. Судья Максим Антропов оставил оправдательный приговор в силе. Сторона обвинения никаких новых доказательств не предоставила. Артем Халилов, в какой-то момент, уже чувствуя, что проигрывает процесс, по словам адвокатессы Елены Афанасьевой, проговорился. Цитирую ее. «Но если бы нож был открыт!» Конец цитаты. Скажите, вот кто-то из вас верил в то, что высокопоставленный СКРовец не сможет закатать простого парня за решетку? А между тем, справедливость восторжествовала, что не может не радовать.